На наш портал поступил вопрос. Предательство Иуды было ли предопределено? Здесь, отвечая на данный вопрос, наверное, нужно сказать шире. Не только тема Иуды, но и тема целого ряда других не менее значимых моментов выбора, представленных в Священном Писании, нуждается в аналогичного рода вопросе. Ну, например, грехопадение было ли предопределено? И вот здесь нужно сразу очертить, скажем так, определенную рамку. С одной стороны, безусловно, Бог всеведущ, а с другой стороны, человек свободен. Мы находимся здесь в рамках одной из так называемых богословских антиномий, когда каждое из утверждений верно, но друг другу они противоречат. Всеведение Бога, безусловно, утверждается Священным Писанием. Но точно так же, абсолютно, однозначно утверждается этим же Писанием свобода человека. Как коррелируют друг с другом эти величины, как они соотносятся в плане практики, сказать мы не можем. Но мы можем четко утверждать, никем Бог не руководит, как марионеткой. Никто не предопределен им к святости и не предопределен им к погибели. Всякий избирает самостоятельно. И говоря, например, о Иуде, с одной стороны, мы слышим слова Христа о том, что вот тот, кто омокнет со мной руку в солила, тот предаст меня. Христос знает, что лежит на сердце Иуде. И говорит, что да, Сын Человеческий идет по написанному, то есть пророки уже говорили об этих вещах. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается, лучше бы ему было не родиться. Что это значит? Получается, Бог предопределил Иуду к этому выбору, ввел его в творение и при этом желает и погубить его в рамках осуществленного им ряда действий. Ни в коем случае. Бог знает, что человеческая свобода является тем зазором, вот той зоной, внутри которой возможно возрастание очень разных вещей. Собственно, внутри нее возможно возрастание зла. Но только внутри нее возможно возрастание и блага, и любви. Вне свободы ни одно, ни другое не существует. Поэтому и к Иуде на самом деле несколько раз за евангельское повествование обращается Христос, желая привлечь его, желая вернуть его обратно. И даже последний жест, когда он, обмакнув хлеб, преподает своему предателю, является ничем иным, как жестом внимания и любви. И как глава стола, он явно перед всеми оказывает благоволение одному из своих гостей, желая подчеркнуть его роль перед всем собранием. И именно свобода Иуды позволяет ему отринуть этот дар, уйти во тьму и сделать то, что он сделал. Субтитры создавал DimaTorzok